Церковь Русская, красуйся и векуй! 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 Церковь Русской, красусь и векуй! Церковь Русская, красуйся и векуй! И это место занимает в истории японского православия. Именно сюда пришло православие с Хоккайдо, с Хоккагате, когда святой Николай, просвещая японскую свою паству, организовал здесь несколько христианских общин. Это место с Хоккайдо, с Хоккайдо, с Хоккагате. И это место с Хоккагатой, с Хоккагате, с Хоккагатой. Появление православия здесь связано с именем Паула Савабе, ближайшего ученика из подвижника, святителя Николая, первого японца, принявшего священный сан. Здесь же в этом городе первые японцы, православные христиане, подверглись и гонениям за свою христианскую веру. И верили твердость в вере, непреклонность в желание идти по пути спасения, которое через равнопостального Николая им сам Господь открыл. История этого храма нанесет также на себе печать горя, которая постигала жителей Синдая. Построенные усилиями архиепископа Николая и его помощниками, этот храм, как известно, был разрушен в конце Второй мировой войны. И затем снова был воздвигнут усилиями ваших родителей, а может быть среди вас стоят и те, кто участвовал в этом великом деле возрождения Благовещенского собора в Синдая. Вспоминаю посещение этого храма в сентябре 2008 года. Мы приехали сюда вместе с ладыкой Серафимом вечером для того, чтобы помолиться кратко. Я увидел блистающий после ремонта замечательный храм и радовался вместе с ладыкой Серафимом за успех проделанной работы. Мы выходили по улицам Синдая, ездили на машине, я видел благоустроенный город, радостных людей, мирных, и ничто не предвещало той беды, которая обрушилась на всех вас в прошлом году. Эти страшные картины утопающего водной стихии Синдая облетели весь мир. Они буквально потрясли русских людей. Равно как потрясла нас и такая великая солидарность ваша перед лицом общего горя, взаимная выручка, поддержка, самодисциплина. Вы дали замечательный пример самим себе и всему миру, как можно и нужно встречать грозную опасность, которая угрожает всем. Именно во время такой опасности важно думать не только о себе, но и о других. И только так можно спастись. И вы явили пример взаимной помощи. Я знаю, что действительно и в храме сегодня стоят люди, близкие которых пострадали и даже погибли. Поэтому я хотел бы выразить вам свое глубочайшее сочувствие в постигшем вас горе. И возблагодарить Бога за ваше мужество, за вашу силу. Беда, которая постигла Японию, действительно отозвалась болью в сердцах русских людей. Часто нам телевидение приносит информацию о человеческих страданиях по лицу всей земли. Но я не вспоминаю такой сильной ответной реакции, такого ответного чувства, которое было в этот раз. Благодарю вас, владыка Серафим, что вы сказали несколько важных слов о той помощи, которую направили русские люди для восстановления храмов и для поддержки тех, кто пострадал от наводнения. В России, в России, говорят, что русский храмов и для поддержки тех, кто пострадал от них. И они были вновлены к храмов и для поддержки тех, кто пострадал от них. Может быть, самое важное, что помощь была собрана простыми людьми. Среди этих людей были и бедные люди. И каждый давал столько, сколько мог. И это действие было важно не только своими последствиями для Японии, это важно было и для самого русского народа. В Евангелии сказано, что ближний для нас это тот, кто делает нам добро. И тот, кому мы делаем добро. Милосердие связывает людей. Связывает духовными узами. Они перестают быть неизвестными и незнакомыми. И даже если мы не знаем имен этих людей, то через милосердие мы связываемся друг с другом. И выявили пример такого милосердия друг к другу во время страшного землетрясения и цунами. И через соучастие в этой беде я почувствовал, как русские сердцем сближаются с японцами. И надеюсь, что и в японском обществе есть встречное движение к их русским братьям и сестрам. Я желаю, чтобы это общее соучастие в одной и той же беде помогло и нашим народам жить в мире и дружбе. Сознавая, что мы ближние друг к другу, уже по одному тому, что мы соседи. И да поможет нам Господь укреплять узы дружбы и добрососедства. Я хотел бы призвать на всех вас благословение Божие. Пусть Сам Господь хранит вас. И от землетрясений, и от водных стихий, и от любых других бед и скорбей. Пусть покров при чистой Царице Небесной невидимо, но реально пребывает над всеми вами. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...